Кто брасом, кто батерфляем. Стили плавания разрешены разные. Как говорится, плывут все. В Сочи Международный день пловца отмечают середины 90-х. Началось все в Центральном районе. Затем праздник стал общегородским. Нынешний приурочен ко Всероссийскому Олимпийскому дню. Приближающиеся игры отмечают в администрации Сочи. Заметно повлияли на развитие массового спорта на курорте. С 2007 года, в тот момент, когда город Сочи выиграл заявку на участие в Олимпийских играх, общее количество участников, общее количество людей, занимающихся спортом в городе Сочи, выросло в два раза. И людей в заплывах теперь гораздо больше. В прошлом году около 600, сейчас уже около тысячи. Команда ветеранов – участник постоянный и заслуженный. Вот недавно вернулись из США с медалями за участие в международных соревнованиях. Будущие Дня пловца в Сочи считают блестящим. Думаю, что оно будет развиваться дальше и дальше и становиться более популярным. И я думаю, что на следующий год оно превратится во всероссийский, день заплыв такой, и мгновенный, и международный. Пригласим звезд мирового плавания, российского. Будущее очень великолепное. Конкурсы, игры, праздник вышел и на сушу. Но все же главные действия разворачивались в море. Расстояние между бунами около 100 метров. И разным группам пловцов требовалось разное время для преодоления дистанции. Ветераны, например, прошли ее примерно за минуту. Это можно считать разминкой перед более серьезными испытаниями. 29 июня в Анапе стартует чемпионат России на открытой воде среди ветеранов. А в начале июля – всемирный чемпионат. Он пройдет в Стамбуле. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.